Идёмте Идёмте Аминь Это необходимость для села, чтобы Господь наблюдал за нравом реки, потому что иногда она начинала сердиться, что служило причиной губительных последствий. И здесь находилась маленькая часовня. В какой-то момент река накрыла её вместе с Бедо. Бедо был дедушкой и мадам Кристины. И каждый год в день его рождения... Станешь учительницей, уйдёшь из своей семьи и сможешь вообще уехать из этих мест. А я поеду с тобой, буду работать, и мы поженимся. Когда я стану учительницей? Уж лучше, когда посидею. Так ты меня любишь. Не плачь, я не хочу, чтобы ты плакала. Встречаться с тобой тайкун? А если твой отец увидит нас вместе, он тебе проломит голову. А твой папочка способен запрятать тебя в монастырь. Если он сделает это, я подожгу монастырь. Точно, хороший выход из положения. Мадам Кристина, мы так счастливы. Ты что? Какая дурочка. Не могла никого другого найти, кроме этого поджигателя монастырей. А ты что же, среди ваших бандитов нет подходящих девок? Любовь не выбирает, мадам Кристина. Просто любит. Чтобы быть несчастным, не обязательно быть идиотом. Помогите нам, мадам Кристина. Слышите колокол? Колокол? Колокол. Колокол затопленной часовни. Он извещает о несчастье. Ты веришь в эти глупости, будущая учительница? Ты такая отсталая. Сам ты отсталый. Расскажите ему, мадам Кристина, об этих несчастьях. Это правда? Он звонил, когда старый Толю тонул ночью. В 1886 году. И звонил, когда дочь Дюпонте бросилась в воду в 94-м. А в последний раз в 912-м. Слышите? Это же гром. Видишь, там облака за горой. Ты думаешь? Ты гурачок. Но сейчас ты прав. Что это еще у тебя за штаны? Новая мода в политике показывает свои ляжки. Мы сегодня играем в футбол. О, мадонна, мать, они же меня ждут. Я совсем забыл. Пока, Джина, увидимся позже. До свидания, мадам Кристина. Не такой он и плохой. Я поговорю с его отцом. И с твоим дедом тоже. Если они будут против, я им покажу, где раки зимуют. Мы посмотрим, кто кого. И с твоим дедом тоже. Ты где был? Я. Молчать. Объяснишь после игры. Встановись. Мне нечего вам сказать, кроме того, что мы играем против команды реакционеров. Вы обязаны выиграть. Или я вам всем морды набью. Понятно? Всем понятно? Строится, дети мои. Послушайте, угрожать я не буду. Просто скажу, что если среди вас найдется негодяй, который не будет играть до последней капли крови, я ему надаю ногами под зад. Обязательно. Понятно? Итак, слушайте, политический абсолютно нейтрален. Я никогда в своей жизни не занимался политикой. Так что вы можете рассчитывать на мою непристрастность. Но прошу вас запомнить, что здесь спортивное мероприятие, а не выборы. Никакой политики. Давайте сдам. Давайте сдам. Ты где была? Как где? На ферме. На ферме? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Гол! После первого тайма все были живы и в командах, и среди зрителей. Команда Дона Камилла забила два мяча и вела 2-1. Если не забьешь в первые 5 минут, я тебе голову оторву. Оторву и выброшу ее вон. Понял? Давай, Мариолина! Давай, Мариолина! Мариолина! За несколько минут до конца матча по-прежнему была ничья. Продолжение следует... Продолжение следует...